Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня очередное 78 занятие нашего замечательного курса. И сегодняшний день знаменателен и вчерашний, и даже позавчерашний. Немножко об этом скажу. Только что закончился первый день месяца Ниссан. Рош-Ходыш Ниссан всегда из одного дня. И это значит, что приближается праздник в Песах. Рош-Ходыш закончился. В этом году он выпал на воскресенье. Суббота, которая перед ним, включалось несколько интересных моментов. Сейчас я их перечислю. И вот такая маленькая задачка. Подумайте, какие из них связаны друг с другом. Вот. То есть, неизбежно, если одно, то и другое. Вот, что я вам скажу. Ну, в эту субботу мы читали две главы. Две главы, которые иногда объединяют, а иногда читают по отдельности. Это главы Ваякель и Экудей, последние главы книги Шмот. Вот. Это была суббота Парашат Ходашим. Это была Шаббат Мевархим. Шаббат Мевархим. Вот. В эту субботу мы читали, мы кричали слово Хазак. Венит Хазак. Венит Хазак. После окончания чтения Торы. Вот. И, кроме того, еще один интересный момент. Сегодняшний день, во всяком случае, по Ирушилаему, это день равноденствия. То есть, день равен ночи. В 5.51 утра считается восход солнца. И в 5.51 вечера солнце заходит. То есть, как светлое время суток, так и темное время суток. Мы будем считать, что это от момента восхода до момента заката. Потому что есть и другое мнение. Вот. Составляет ровно 12 часов. То есть, один так называемый временной час. Тот, кто учил мечту, знает, что это такое. В точности равен одному астрономическому часу 60 минутам. Итак, кто из вас готов сказать, какие из названных событий всегда связаны друг с другом? Я знаю, что конец месяц, суббота, последняя суббота перед концом месяца. И начало месяца. Они как-то связаны, наверное. Спасибо, Анна. Да, вы правы. Вы правы. Действительно так. Последняя суббота месяца – это шаббат Мавархим. Значит, последняя суббота, сразу после этого наступает Рош-Ходаш. Так. И еще, что сюда можно подключить? Ну, хорошо, подсказываю. Что такое Порошат Ходашим? Это как раз-таки последняя суббота перед наступлением месяца Ниссан. Она всегда бывает шаббат Мавархим. Поскольку она последняя суббота в месяце Адар. Так. И кроме того, хазак. Мы кричим действительно, когда мы заканчиваем очередную книгу Торы. Вот сейчас мы закончили книгу Шмот. И будем мы разбирать один из параграфов этих двух глав. Я выбрал для рассмотрения самый последний параграф книги. Шмот, параграф сороковой. Я посмотрел год назад. У нас было занятие по недельной главе Ваякхель. Мы разбирали 35 и 37 параграфы. И кроме того, в прошлом году мы достаточно подробно разбирали и проведение пасхального сайдера, и пасхальную терминологию. Это 34 и 35 занятия нашего курса. Можно пойти по ссылке, которую я поставил в словарь и в чат. Можно открыть архив. Кто не знает, пожалуйста, можно спросить нашего администратора Натана. Он это расскажет и объяснит. Итак, для начала, что мы сейчас видим на экране? Только меня или еще и текст? Текст видим. Текст видим. Вот он движется, да? Да. Понятно. Так, значит, сейчас одну минутку. Что же я вам еще хотел показать-то? Ну, давайте так. Значит, в этом тексте упоминаются не все, но очень многие из терминов, которыми мы занимаемся уже на протяжении пяти недель. Но если быть точным, то в главе трума и ТЦВ рассказывалось о том, что надо было взять, какие материалы нужны были для изготовления. Мишкана и всех его принадлежностей. Сюда я включаю и масло помазания, и одежды коинов и так далее. Вот. А затем в недельных главах Ваякель и Пекудей рассказывается о том, как все это было сделано, изготовлено, устроено, поставлено. Вот. И поскольку в этом году у нас одно занятие отменилось из-за Пурима, я обещал, что вот все эти специфические термины, термины, с которыми нам в обыденной жизни встречаться не приходится, увы, не приходится, я могу сказать, даст Бог Всевышний в скорости и в наши дни восстановит Иерусалимский храм. И тогда это уже будет более актуально. Вот. Все эти термины мы с вами встретим еще раз. И вот сегодня посмотрите на текст. Кроме того, что какие-то слова я выделил желтым для себя, чтобы сказать о них что-то, какие-то слова выделены зеленым, они включены в наш словарь. Вы можете посмотреть, что это значит. Я еще некоторые слова выделил красным, что это такое, это вот те специфические термины, которые означают те или иные предметы, священнослужительские, о которых рассказывает глава книги Шмот в твоих последних пяти главах. Ну, посередине есть еще глава Китиса, я ее немножечко обошел. Там в большей степени нарратив, то есть рассказ о событиях, которые происходят. Так, и, значит, еще на этой неделе мы начинаем третью главу пятикнижия, третью книгу пятикнижия, книгу Ваекра. Ну, с Божьей помощью через неделю, надеюсь, будем мы о ней говорить. Итак, глава сороковая. И говорил Бог Моисею следующее. Ба йом хаходыша решон в день месяца первого ба эхад лаходыш в один к месяцу, то есть в первый день месяца. То есть мы понимаем, что первого числа первого месяца. А какой месяц считается первым? Нисан. Нисан. Так что же было? Таким это, значит, буквально подними, создай. Кам это вставать. Ги ким это создавать. Коузативный беньян гиф-иль. Это мешкан. Слово мешкан, ну мы говорили уже об этом, происходит от слова шахенна. То есть находиться. Шахен это еще и сосед. Шхина это божественное присутствие. Мишкан это то место, где божественное присутствие ощущалось. По-русски он называется очень похоже. Скиния. Мишкан практически это переносной храм. Храм нулевого номера, потому что первым храмом мы называем храм, построенный Соломоном. Вторым мы называем храм, построенный вернувшимися из Вавилонского плена евреями во главе с Эзрой. А третий храм будет построен, дай Бог, в наши дни. Так вот слово мешкан. Дальше идет слово огель, шатер, и слово моэд. Об этом слове чуть позже, я надеюсь, скажу. Обычно перевод такой шатер собрания. Либо иногда переводят шатер свидетельства. Вэ самта шам. И дашь буквально, поставишь, положишь там. Эт арон. Арон это в современном рите шкаф. Но мы называем это слово, этим словом ковчег. Итак, давайте посмотрим иллюстрации. Я снова спрошу Натана. Нет возможности демонстрировать экран, то есть то, что я вижу на экране. Я помню, что когда-то такое было, а сейчас вроде бы нет. Я не очень понял вопрос. Все, что ты видишь... Я каждый раз включаю демонстрацию экрана и открываю то, что у меня есть. Вот общий вид мешкана сверху. Это, судя по всему, первое покрытие. Вот так вот он выглядел. Все видят картинку, да? Да. Прекрасно. Просто каждый раз мне приходится переключать демонстрацию экрана. Так, значит, вот это вот, вот это слово мешкан и мешкан мы увидели. Следующее слово – арон. Давайте посмотрим, где у нас арон. Так, вот, наверное, отсюда начинаю. Так, сейчас я покажу вам, что такое арон, арон-кодыш. В современном языке даже выражение арон-кодыш – это обозначает шкаф или помещение в синагоге, где хранятся свитки Торы. Но в Торе, в самой Торе, в книге Шмот, что это? Ковчег Завета – это вот такой ящик, можно сказать, сундук, переносимый шестами. Вот, с крышкой, значит, сундук трехслойный, внутренний и наружний слоя – это золото посередине дерева Акация. Крышка сделана из единого куска золота, вылитыми вместе с нею, с крышкой, фигурами ангелов. Вот это арон. Все видят, да? Так. Да. Снова переключаю, снова вынужден я переключать текст. Так. Дальше. Арон-ха-эдут. Слово «эдут» от слова «эд», то есть «свидетельство». Вэ-са-хо-та. Эд-арон. Что дает нам слова? Сейчас я вам скажу. Закрой за весь ковчег. Мы знаем, что ковчег стоял в Кодеш-Кодашим, святая святых, который был отделен от помещения Кодеш с завесой. Вот здесь говорится о том, чтобы повесить эту завесу. Эд-арон. Эд-га-парохет-парохет. Эд-эд-га-шульхан. И принесешь ты шульхан. Шульхан и в современном игре означает стол. Но если вы увидите картинку, вы вряд ли определите, что это именно стол. Стол выглядел вот так. Видно мой курсор, да? Да. Собственно, стол вот он. Вот это как бы его столешница. Вот здесь у него ножки. А вот эти вот как бы столбы, как они назывались, по сути пластины, они предназначались для того, чтобы держать 12 хлебов предложения в две стопки по 6 хлебов. 12 – это, вы знаете, количество колен Израиля. Кроме того, на этом столе находились приспособления, которые использовались коинами при службе. Значит, этот стол тоже имел шесты для переноски. Вот, и, значит, вот эти вот хлеба, которые испекались и находились в кодэш, находились вот на этом столе от субботы до субботы. Так, продолжаем читать наш текст. Так. «Ве арахта» – слово «арах» через «айн» означает «устрой». «Орех» – это, например, редактор. «Орех патентим» – это тот, кто оформляет патенты. Вот «Орехдин» – это адвокат. «Эт эрко» – то есть упорядующий его порядок, то есть устрой его устройство. Сделай так, как он должен быть устроен, а вы видели, что конструкция у этого слова непростая. «Ве вейте» – это «ха менора». Слово «менора» правильно в современном иврите называется «люстра», а лампочка сама называется «нура». И то, и другое созвучно в слову «нер». «Нер» – это светильник. И «ор» – «ор» – это свет. Как выглядела менора, давайте мы с вами снова посмотрим. У меня есть два предложения. Есть два мнения относительно того, как была устроена эта менора. Обычно считается, что ветви ее были вот такие полукруглые. Другое мнение. Видно сейчас второй вариант меноры, что эти ветви были прямые. Таково мнение Рамбама. В любом случае менора имела центральный ствол, откодящий в одну сторону три и в другую сторону три ветви. Светильники. Ну, определенные тут было устройства и ствола, и подставки этих ветвей. Все это описано в предыдущих главах. Можно на это посмотреть. Итак, действительно, вот так вы видите вариант с полукруглыми ветвями, а так вот с прямыми, да? Да. Да. Меняется. Замечательно. Тогда я просто могу не открывать каждый раз, а продолжать, а продолжать далее. Так, хорошо. Так, менора. И буквально подними ее светильники. Имеется в виду их зажечь. Вот это слово. От корня ОЛЕ подняться в данном случае означает зажечь. ВЕ НАТАТА ЭТ МИЗБАХ ГАЗАГАВ. Буквально. И ДАШТЫ. Словом МИЗБАХ называется жертвенник. ЗОЛОТОЙ. Что такое ЗОЛОТОЙ ЖЕРТВЕННИК? Сейчас попробуем снова посмотреть. Посмотреть. Вот в эту сторону я должен двигаться? Нет. Так. Сейчас, минуточку. Так. Момент. Где же он, жертвенник? Вот он. Вот. Вот это внутренний жертвенник. Жертвенник с ЗОЛОТОЙ. Так. Он был небольшого размера. Он находился внутри помещения. И на нем производились ароматные воскурения. Тоже он переносился с помощью шестов. Но здесь вот один из вариантов. Так. Эти шесты были к нему прикреплены. Так. Вот это МИЗБАХ ГАЗАГАВ. Продолжаем. Продолжаем разговор. Так. Так. ЛИКТОРЕТ. Словом КТОРЕТ обозначают ароматное воскурение. ЛИФНЕЙ АРОН ХАЭДУТ. Перед буквально Ковчегом Завета. Вот. Но устройство, внутреннее устройство МИШКАНА. Мы помним, значит, помещение было разделено на две части. Задняя, меньшая часть. Это КОДЭШ, КОДЭШИМ. Там стоял только вот этот АРОН ХАЭДУТ. А сам жертвенник стоял в внешней части, в большей части, которая называлась просто КОДЭШ. Тем не менее, считается, что вот это воскурение было ЛИФНЕЙ АРОН ХАЭДУТ. Перед Ковчегом Завета. ВЕСАМТО ЭТ МАСАХ. А ПЕТАХ ЛА МИШКАНА. И ДАШ. Слово МАСАХ означает занавес. ПЕТАХ – это вход. ЛА МИШКАНА. ПОМЕЩЕНИЕ. Ну, давайте попробуем посмотреть. Может быть, я не помню точно, но, кажется, у меня есть иллюстрация к этому. А можно спросить? Да. А почему у нас занавес и вот это слово МАСАХ и ПОРОХ – это тоже занавес? Какая разница? Ну, я, честно говоря, не ставлю себе задачу найти точные термины. ПОРОХЭД – вот, смотрите, вот это помещение. Видно картинку, да? Да. Вот это МИШКАНА, СОБРАНЫЙ, НО НЕ ПОКРЫТЫЙ. Вот КОДЭШ КОДАШИМ – вот такое квадратное помещение. А вот КОДЭШ. Отделены они были вот этими четырьмя столбами. На этих столбах висело то, что называется ПОРОХЭД. ПОРОХЭД – это занавес. А МАСАХ – он находился здесь. Это был как бы ПОЛОГ, наверное, так вот можно сказать. ПОРОХЭД – это выше уровнем, получается? Наверное, да. Ну, собственно, в Иврите есть разные слова для стен города, для стены внешней дома и для перегородки между комнатами. Так вот и здесь. Вот это был как бы ворота, а это как бы дверь. Напоминаю вам, что только КОЭН ГАДОЛЬ и один единственный день в году мог входить сюда, в КОДЭШ КОДЭШИМ, в то время как простые КОЭНИМ, КОЭН ГЭДИОТ, так называемый, заходили вот в это внешнее помещение вот каждый день с определенной службы. Сейчас, одну секунду. Ой, как мило. Семейные дела. Так, вот, я думаю, что это действительно разные слова, они означают немного разные понятия, а вот точных терминов русского языка подобрать, наверное, можно, но я сейчас не буду этим заниматься. Так, итак, у нас, где мы остановились в тексте, мы остановились на слове ПОРОХЭТ, да? Нет, МАСАХ, вот заповесь эту занавеску, разделительные замызки. Так, понятно, вот он МАСАХ, да. Опять это ХЛАМИШКАН. ВЕНАТАТА ЭТ МИЗБАХ ХА ОЛЛА. Слово МИЗБАХ, вот оно было, жертвенник, а что такое ОЛА? Буквально от слова подняться. Словом, ОЛА называется жертвоприношение, которое полностью сжигалось на жертвеннике, вот, то есть как бы поднималось к небу, и здесь имеется, конечно, уже другой жертвенник. Сейчас мы с вами посмотрим на него. Так, это жертвенник внешний, наружний, он был сделан, наоборот, из меди. Так, ну вот, вот здесь он стоял, это общий вид двора. Вот, кстати говоря, вот это МАСАХ, АПАРОХЭТ, вот это МАСАХ, это МАСАХ самого МИШКАНА, вот это МАСАХ ЭХАЦЕР, полок входа в двор храмовый, вот это внешний жертвенник. Сейчас у меня будет отдельно картинка. Вот он, вот он, жертвенник. Собственно, жертвенник, вот он, он был сделан из меди, а вот это пандус, по которому священнослужители поднимались по нему, и вот здесь вот инструменты, которыми они работали. Так, вот это внешний жертвенник. Так, теперь снова вернемся к тексту. Так, ЛИФНЕЙ ПЕТАХ МИШКАН, то есть напротив входа в СКИНИЮ, ОГЭЛЬ МОЭД, ОГЭЛЬ МОЭД мы с вами разбирали. ВЫ НАТАТА ЭТГА КИЙОР, и буквально ДАШ, что такое КИЙОР, УМЫВАЛЬНИК. УМЫВАЛЬНИК просто вспоминается, сами понимаете, да? УМЫВАЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНИК, И МАЧАЛАК КОМАНДИР. Это был всем умывальником умывальник. Значит, он был сделан из меди. Он не упоминается в предыдущих главах, потому что, ну, есть причина на это. Значит, он был построен из меди, которую дали добросердечные женщины, пожертвовав на это свои зеркала. Есть интересная история об этом. Вот он, умывальник. Он наполнялся водой, он имел краны. Вот из этих кранов омывали руки и ноги, КОАНИМ, служившие в храме. Вот он, умывальник. Так, продолжаем. Продолжаем. Наше знакомство с терминами, хотя я, конечно, понимаю, что термины эти многим известны, и тем, кто не первый год читает Тору, и даже тем, кто просто читал предыдущие главы. ЛИФНЕПЭТАХ МИШКАН, против входов МИШКАН, ОГЭЛЬМОЭД. В НОТАТА ЭТА КИЮР ПОЧИТАЛИ. БЕЙН ОГЭЛЬМОЭД, МЕЖДУ САМИМ ОГЭЛЮМ, ТОЕС ШАТРОМ, УВЕЙН ГАМИЗБЕЯХ, И МЕЖДУ ЖЕРТВЕННИКОМ. Имеется в виду, конечно, внешние. В НОТАТА ШАМ МАИМ, ИДАШ ТУДАВАДНИМ. ВЕСАМТА ЭТА ХЕХАЦЕР. ИМЕЕТ ТАКУЮ ГЛОСОВКУ СЕГОЛ. Это связано с тем, что первая буква самого слова ГАРТАННЕ. Поэтому НИХА, АХЕ. Например, улица ХАЛУЦ, Называется ХЕХАЛУЦ. САВИВ, ВОКРУГ. ВЕ НАТАТА ЭТ МАСАХ ШААР АХЕХАЦЕР. И ДАШ, значит, ПОЛОГ, будем использовать это слово, ВРАТ ДВАРА. Я вам показывал, где он находился. ВАЛАКАХТА ЭТ ШЕММЕН АМИШХА. Слово ШЕМЕН – это оливковое масло. МИШХА – это помазание. Как мы говорили в прошлых занятиях, МАШИЯХ – тоже от этого слова. И МИШХА – мазь, например, МЕДИЦИНСКАЯ – тоже от этого корня. МЕМ ШИНХАТ. ШЕМЕН ГАМИШХА – масло помазание. УМАШАХТА – и помажешь. То есть, СОВЕРШИШЬ помазание. ЭТА МИШКАН. То есть, САВИ предметы. САМИШКАН. ВЕЭТКОЛЬ АШЕРБО – и все, что в нем. ВЕКИДАШТА и ОСВЕТИШЬ ОТО ЕГО. ВЕЭТКОЛЬ КЕЙЛАВ – и все его сосуды. Либо инструменты. КЕЛИМ – можно переведить и так, и так. Имеется в виду и то, что мы видели на картинках крупных, и такие вещи, которые здесь отдельно не упомянуты, как, например, совки или вилы, которыми коины, скажем, обрабатывали жертву и так далее. Так, и все это надо было помазать маслом. ВЕАЯ КОДЫШИ будет святым. УМА ШАХТА ЭТМИЗБАХ ГАОЛА – это снова внешний жертвенник медный. ВЕЭТКОЛЬ КЕЙЛАВ – и все инструменты его мы видели на картинке. ВЕКИДАШТА И АСВЯТИШ ЭТГАМИЗБЕЯХ Жертвенник. ВЕГАЯМИЗБЕЯХ КОДЭШ – и будет жертвенник святым. КОДАШИМ – это святая святых. УМА ШАХТА ЭТГАКИЙОР – и помажешь ты этим маслом. И КИЙОР – умывальник. ВЕЭТКОНО – слово КАНО означает основание. Основание его КАНЕ. Словом КАНЕ сейчас называется стебель. Кроме того, стебель растения. ВЕКИДАШТА УТО – и осветишь его. ВЕГИ КРАВТА ЭТ АГАРОН – и приблизишь АРОНА ВЕЭТ БАНАФ И СЫНОВЕЕГО. ЭЛЬ ПЕТАХ ОГЭЛМУЭТ – КА ВХОДУ В ШАТЕР СОБРАНИЕ. ВЕРАХАЦТА УТАМ – и ты вымоешь их БАМАЯМ В ВОДЕ. ВЕГИЛ БАШТА – и оденешь ЭТ АРОН – ЭТ БИГДЕЯ КОДЭШ. И оденешь АРОНА В СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ. СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ. ДАВАЙТЕ МЫ С ВАМИ ПОСМОТРИМ. ВОТ ОБЩИ ВИД СВЯЩЕННЫХ ОДЕЖД КОЭНА – КОЭН ГОДОЛЬ. ЭТО ВИД СПЕРЕДИ, МИНУТКУ, ВОТ ТАК, ВОТ ЭТО ТОТ ЖЕ САМЫЙ КОЭН В ТЕХ ЖЕ ОДЕЖДАХ СЗАДИ. ОБРАТИТЕ ВИНМАНИЕ, ЧТО ОН СЛУЖИЛ БАСЯКОМ. НЕ ПРИКЛЮЧИЛОСЬ, ЧТО ОЙ, ИЗВИНИТЕ, ХОРОШО, ЧТО ВЫ МНЕ СКАЗАЛИ, ПРАВДА. ЭТО Я СЕБЕ ПОКАЗЫВАЮ, А ВАМ НЕ ПОКАЗЫВАЮ. ТАК, СЯАС, СЯАС БУДЕТ. ВОТ ВИД СПЕРЕДИ, ВОТ ВИД СЗАДИ. СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ ДЕСЬ НЕ ДЕТАЛИЗИРУЮЮЩА. ЕДИНСТВЕННАЯ, НАЗВАНО ВОТ ЭТО ОДЕЖДА. КТОНЕТ ИЛИ КУТОНЕТ. Вот, потому что, сейчас мы увидим, да, где она упоминается. Сейчас. Так. Так. БИГДЕЯ КОДЭШ. УМАШАХ ТАОТО. И ПОМАЖЕШЬ ЕГО. ВЕКИДАШ ТАОТО. И ОСВЯТИШЬ ЕГО. ВЕКИ ГЕН ЛИ. И БУДЕТ ОН СЛУЖИТЬ МНЕ. Обратите внимание, что вот этот вот корень, тот же корень, что в слове КОГЕН. Видите текст, да? Да. И в современном иврите он тоже означает СЛУЖИТЬ. Это вовсе не идет речь о священнослужении или о КОИНЕ. Вот. Просто про человека говорят, что он занимает определенную должность. Он служит. Так. И будет он служить мне. Это говорит Всевышний. ВЕГИЛ БАШТА ОТАМ И ОДЕНЬ ИХ КУТОНЕТ. Вот здесь отдельно упоминается КУТОНЕТ. Как мы видели. Сейчас я попробую вам показать. Вот он КУТОНЕТ. Почему он из всех одежд КОИНа? Вы видите, что их было довольно много. Отдельно упоминается, потому что КОИН ГЭДЬОТ, то есть простые КОИНы, не КОИН ГЭДОЛЬ. Они, значит, имели вот эту одежду, а вот всех вот этих одежд Великолепия на них, понятное дело, не было. Так. Видите картинку, да? Так. Да. Теперь к тексту. Вот слово КУТОНЕТ. Так. У МАШАХТА ОТАМ И ПАМАШ ИХ КАШЕР МАШАХТА ЭТ АВИГЭМ. Как ты помазал отца их. ВЕ КИХАНУ ЛИИ Будут они служить мне. ВЕ АЙТА ЛИ ЙОТ ЛАХЭМ МАШХАТАМ. И будет на них буквально помазание их. Чаще сейчас слово МАШИЯХ относится не к КОИНУ, а к человеку, который должен исполнить определенную миссию. Почему он так называется? Какое он имеет отношение к описываемому здесь помазанию? Кто-то мне может ответить? Ну, потому что его тоже, наверное, каким-то образом освещают. Совсем другое помазание, может быть, чем-то похожее, аналогичное помазание тоже оливковым маслом. Это помазание совершил Шмуэль Анови, пророк Самуил. Значит, сначала был помазан на царство царь Шауль. Потом был помазан следующий за ним царь Давид, который не был его потомком, но был его последователем и был основателем царской династии. Ну, вроде бы еще помазание прошел его сын Шоломо Соломон, поскольку не все были согласны с его правлением. Но это помазание далее передается по наследству. Как и здесь. Значит, помазание Аарона автоматически переходит на его потомков, которые родились после него. Они тоже считаются помазанными вплоть до сегодняшнего дня. То есть тот, кто действительно является Коэном, он автоматически имеет помазание. Вот, а что касается тех сыновей Аарона, которые к моменту помазания самого Аарона уже были и могли служить в храме, они были помазаны отдельно. Просто вот есть некое такое разделение. Так, значит, мшахтам лик гунат олам на служение вечное. Вот здесь об этом говорится. Ле доротам. В их поколение, в роды их. То есть из поколения в поколение это передается. Передается принадлежность к Коэнам и принадлежность к помазанникам по наследству. Аналогично потомки царя Давида считаются помазанниками. И тот Машея, которого пришел нам Всевышний в скорости в наши дни, он Машеях в следствии помазания царя Давида, а не того помазания, которое мы читаем в нашей голове. И сделал Маше. Все, как велел ему Всевышний. Так он и сделал. Ва-и-и баходэш, харишон. И было в месяце первом. Бешана-ха шинит. Во втором году бээхадлаходэш. Первого числа месяца. Гу-кам. Был воздвигнут. Был поставлен. А мешкан, он был собран, как вы видели, конструкция там была непростая, и поднял буквально, построил, создал Моисей, это мешкан, и дал буквально адонав, еще одно выражение, значит, словом адон в современном иврите, что называется? Господин, да, но в Торе адон – это основание, это то, на чем все держится, то, на что все опирается. Сейчас я попробую вам найти подходящую картинку. Так, вот из таких столбов балок был собран мешкан, вот такая балка, а вот это вот называется адоним, подножие столба. Так, это столб, столб ограды Хацера, двора. Пока мы говорим вот об этом столбе. Видно или не видно? Я вам, наверное… Видно, видно, видно. Видно, ага, прекрасно. Возвращаемся к тексту. Адонав, ва, я, сэм, эт, карашав. Кереш, и в современном иврите – это доска, да, это тоже, практически то же самое. Ва, итэн, эт, б, ри, хав. Слово бариях, и в современном иврите означает засов, шпингалет, нечто для запирания. Значит, ну давайте посмотрим снова эту картинку, или даже посмотрим, даже я вам две картинки покажу. Вот, собственно, вот засовы вот здесь проходили и здесь наружнее. Вот здесь проходил через все балки внутренний засов. Так, ага, так, ой, это я не то делаю, совсем не то. Так что, в целом, из балок, вот с помощью этих засовов, были собраны стены вот таким вот образом. Вот длинная стена, вот короткая стена, в три раза короче, еще одна длинная. Здесь была не стена, а отдельные столбы, на которых вешалась завеса, ибо как-то нужно было проникнуть вовнутрь, правда? Ну вот, а вот на таких столбах, значит, располагалась завеса храмового двора. Так, это было немножко, немножко другое устройство. Так, замечательно, возвращаемся к тексту. У нас, собственно, картинок уже не осталось там посмотреть, но термины у нас еще есть. Так, ва якам эт амудав, амуд, как вы знаете, это столбы, и поставил вот эти столбы, на которых держалась ограда двора. Ва ифрос эт аогель, что такое парас, ва ифрос, растянул буквально. Огель, словом, огель в данном случае называется покрытие, покрытие мешкана. Ага, мешкан, на самом мешкан. Покрытие, давайте я вам покажу. Так, здесь тоже стоит посмотреть. Вот это одно покрытие. Вот это другое покрытие, вот это, кажется, второе, а это вот внешнее, третье, либо четвертое. Есть разное мнение, как все это было устроено. Так, ну вот, пожалуй, вот еще картинка, как они были устроены, вот эти вот покрытия. Это подробно в предыдущих главах описывается так. Возвращаемся к тексту. Аль-Хамишкан на скинию ваясем эт михсе. Михсе – это покрытие. И положил покрытие. Га-Огель, этого Огеля, шатра Аллаф на него. Ми-ле-мала сверху, ка-шер-цива-шем, как повелел Бог эт муше, как он заповедал, как он... Извините, ва-и-ках. И взял ва-и-тен и дал э-т-га-э-дут. Здесь словом э-дут называется свидетельство. Свидетельство, значит, интересно, что может это слово быть образовано... Так, я смотрю, и вы тоже посмотрите. Значит, так... И от слова э-д, свидетель, и от слова э-да. Э-да – это, как вы знаете, община. Так, э-дут называется этим словом скрижали завета. По комментарию Раши, это были вторые скрижали, которые находились в Арон-Кодэш. И там же находились обломки первых скрижалей. Эль-Арон в этот шкаф, сундук, ковчег. Ва-я-сем-эт-га-бадим. Бадим – это шесты. И поставил эти шесты. Эль-Аль-Арон в шесты. Мы видели на картинке. Ва-эт-э-д-га-капорет. Капорет – это крышка. Аль-Арон. Крышка с двумя фигурами ангелов. Милый мало сверху. Ва-я-ве-эт-га-арон. Эль-га-мешкан. И внес этот ковчег в мешкан. Ва-я-сем-эт-парохет. И положил парохет завесу. А-масах. Масах – это в современном иврите экран. Парохет – а-масах. Имеется в виду именно вот эта внутренняя завеса, отделяющая кодыш. Кодышим – от кодыш. Ва-я-сем-эт-га-с-эх. Тот же корень, что в слове «масах». Эль-Арон-гай-ду. То есть отделил он помещение, где находился Арон-гай-ду. Как заповедовал Бог Моисея. Ва-эт-эн – это шульхан. И дал стол. Ба-ог-эль-моэд. То есть установил его в это помещение. Аль-йерех-амешкан. Так, я снова посмотрю. Аль-йерех. Раши пишет на стороне скинии. Так. К цафона, к северу. Цафон – это север. Так, это слово родственно еще одному, которое нам сейчас тоже должно быть близко. Кто-то сообразит? Цафон и цафун. Цафун – это один из этапов пасхального сайдера. Съедение, съедание афикамана. Цафун – это значит буквально скрытый. Так. Ми-худ снаружи. Ла-парохет. Снаружи. Вот как мы перевели парохет? Завеса, да? Да. То есть не в кодыш-кодышем, а в кодыш. Ва-я-арох и устроил. Алав-эрех. Лехем. То есть установил должным образом хлеба. Мы видели, что конструкция там была непростая. Лиф-не-яшем. Перед Богом. Ка-ашер-цива-ашем. Как велел Бог. Эт-муше. Моисеев. Ва-я-цем-эт-гам-э-но-ра. И поставил светильник. Семисвечник. Бе-огель-моэд. Но-хах. В-огель-моэд. Но-хах-гашуль-хан. Слово но-хах в данном случае означает напротив. Против стола. Аль-ьерех-гам-ишкан. Так. То же самое выражение. Негба. Негев. Это юг. И, соответственно, пустыня Негев. Она находится на юге Израиля. Ва-я-аль-хан-э-рот. Буквально поднял светильники. То есть установил и зажег их. Лиф-не-я-шем. Перед Богом. Ка-шер-цива-ашем. Эт-му-ше. Как Бог повелел Моисею. Ва-я-сем-эт-миз-бах-азахав. И поставил жертвенник золотой. Бе-о-гэль-мо-эд. Внутри этого. О-гэль-мо-эд. Внутри. Ну, слово вылетело. Ну, имеется в виду внутри. Шатра. Да, конечно. Шатра. Лиф-не-я-парухет. Перед завесой. Ва-я-к-тер. Тот же корень, что в слове кторет. Воскурение. И воскурил алав. На нем что? Кторет. Самим. Слово кторет. Мы говорили ароматное воскурение. Слово самим ингредиенты. Называются те вещества, из которых оно состояло. Ка-шер-цива-шем. Эт-му-ше. Как повелел Бог Моисею. Ва-я-сем-эт-масах-апетах. И положил буквально. Масах. Экран входа. То есть завесу. Не полок мы это называем. Ла-мешкан. При входе мешкан. Ва-эт-миз-бах-га-олла. И жертвенник. Всесожжение. То есть внешний медный жертвенник. Сам петах-мешкан-огель-моэд. Напротив входа в огель. Ва-я-аль-алав. И поднял на него. Эт-га-олла. Это жертва всесожжения. Ве-эт-га-мин-ха. Слово мин-ха, которое сейчас означает в первую очередь дневную молитву, здесь означает добровольное жертвоприношение. Описываются и жертвоприношения, которые должны были быть принесены самим Моше в честь освящения мешкана. Ка-шер-цива-ашем-эт-муше. Как Бог заповедал Моше. Ва-я-сем-эт-га-ки-йор. Ки-йор мы знаем. Это умывальник. Бейн-огель-моэд между шатром свидетельств или шатром собрания у вейнгам из бейах и между жертвенникам. Ва-эт-эн шамамайим и дал туда воды ле-рахца для умывания. Ве-рахацу-мимену Моше ве-арон. И помыли из него, омыли из него мы, сей-эрон, у ванав и дети их. Эт-я-деем-вет-раглеем. Руки и ноги. Как вот мы сейчас делаем омывание рук перед едой. Коэны омывали также и ноги перед служением. Бэ-ву-ам-эль-огель-моэд. При входе в шатер-собрание у в кар-во там и при приближении их эля-м-эз-бейах ер-хацу. К жертвеннику помоют, а моют. Ка-шер-це-ва-ашем эт-муше, как велел Бог Моисею. Ва-я-кам-эт-эхат-эхат-сэр и буквально встал двор, а ва-я-кам, извините, поставил двор, савив вокруг ла-мешкан шатра ве-ла-мизбейах и вокруг шатра и мизбейаха. Ну, мы помним устройство. Я снова покажу вам еще картинки. Ва-й-тэн эт-масах шара-эхат-сэр и дал полог входа во двор. Ва-й-халь-моше, буквально закончим Моисея, слово коль, все. Эт-га-менаха, работу. Ва-й-хас, гэ-анан, и покрыла облака. Гэ-анан, это облако. Эт-огель-моэд, шатер-собрание. У-х-вода-шэм и слава Всевышнего. М-малэ эт-га-мешкан наполнила. Мешкан. Вэ-ло-й-халь-моше лаво. И не мог Моисей войти. Эль-огель-моэд, шатер. Ки шахан-алав. Гэ-анан. Потому что располагался в нем, располагался в нем вот это вот облако. У-х-вода-шэм малэ эт-га-мешкан. И слава Всевышнего наполнила, наполняла Мешкан. У-вэ-хэ-а-лот гэ-анан. И при поднимании, когда поднималось это облако, м-мэ-ал-га-мешкан, над Мешканом, ес-умбанэй-исраэль отправлялись в путь сына Израиля, б-холь-мас-эй-хэм, во все их маршруты, во все их походы. А если облако не поднималось, обратите внимание, что гэ-анан тоже огласовка артикля э-цэ-гол, а не а. В-э-ло-э-с-у не отправлялись в путь, ад-йом-хэ-а-ло-то до дня поднятия вот этого облака. Ки-анан-ашэм, а-ля-мешкан, потому что облако Всевышнего над Мешканом, йомам-днями, то есть в дневное время, в-э-эш и огонь, тигье-лайла, был ночью, бог в нем. Ле-эй-ней-коль-бэйт-исраэль, на глазах всего Дома Израиля, б-холь-мас-эй-хэм, во всех их походах. Хазак-хазак, в-э-нит-хазэк, закончена книга шмот. Теперь еще несколько минут я займу, я расскажу немножко о пасхальном цедере. А можно короткий вопрос? Наверное, избитый, но все-таки. Мелаха и вода чем отличаются друг от друга, именно с грамматической точки зрения? Какие работы? Работа, а вода и мелаха. А, да. В чем разница вы имеете в виду? Да. Я вижу два ответа. В современном понимании мелаха – это действия, которые в субботу не совершаются. Этот термин сугубо специфичный, поэтому он не имеет адекватного перевода. Можно ли человек заниматься в шаббат аводой? То есть тем, что называется авода. Да, может, если, например, он чтец Торы, и это его работа, и в субботу он читает Тору. Может ли он заниматься мелаха? Нет, даже если эти действия никак его не затрудняют работой. Но здесь, в принципе, я думаю, что это почти синонимы. В чем разница? Разница довольно тонкая. Мелаха – это скорее действия непосредственно заповеданные, а авода – это как бы труд. Ну вот, когда мы разбираем текст Торы, можно считать, что это практически одно и то же. Окей. Могут быть, могут быть, собственно, и споры про это. Спасибо. На здоровье. Сейчас я… А, я же обещал вам еще показать картинки. Вот давайте посмотрим. Вот это мешкан со вторым покрытием. Вот видно здесь завесу. Нет, не видно. Не видно. Опа, сейчас я сделаю. Так, конечно, конечно. Так, вот так. Вот так. Вот это деревянные балки. Вот это подножия их серебряные. Вот это первое покрытие вышитое. Так, оно состояло из двух частей. В каждой было пять таких полос. Вот здесь все пять полос. Здесь две полосы свисают сзади. Это вид как бы сверху. С птичьего полета. Вот это мешкан полностью закрытый. То есть поверх вот этого покрытия было еще либо одно, либо целых три. Вот сделано, либо даже два. Да, есть и такое мнение. Вот как они были устроены. Вот здесь мнение, что третье и четвертое, они были вместе. Вот одна – это бараньи шкуры, покрашенные в красный цвет. Вот это шкуры – тахаши разноцветные. Из них было единое покрытие, которое считалось третьим и четвертым вместе. Так, вот. И оно располагало… И оно было самым верхним. Так. Теперь вот стена, собранная из балок с засовами. Далее. Вот стол с хлебами приношений. Вот из таких балок состоялись стены самого здания. А вот столбы, на которых располагалась ограда двора. Вот киор-умывальник. Вот это… Про это мы не читали сегодня. Это одна из деталей, очень важная деталь одежды Коэнгадоль. Коэнгадоль – это нагрудник с четырьмя рядами по три камня. Двенадцать камней, соответствующих двенадцати коленам. И вот как он закреплялся. Так. Вот это внутренний жертвенник золотой. Это наружный жертвенник медный. Вот Арон, ковчег Зелета. Вот так вот он был устроен. Вот это дерево, а это золото. Так. Вот Коэнгадоль сзади. Вот Коэнгадоль спереди. Вот это вот кутонет – одежда. И обычных коаним. Вот это тоже одна из одежд сегодня неназванная. Это менора по одному мнению. Это менора по другому мнению. Рядом с менорой мы видим что-то типа вот таких ступенечек, на которых поднимался Коэн. Чтобы зажечь семисвечник. Вот это сосуд с маслом. Это щипцы, которым подправлялись фитили. Продолжаем разговор. Так. Это было, это было. Так. Другое мнение. Вот это чалма Коэнгадоль и его налобник. Это вот так выглядел мешкан, когда его собрали, но еще не покрыли. Вот это двор с завесой при входе. Вот сам мешкан внутри. Вот наружный жертвенник. Вот умывальник. Так. Ну вот это одна из завес. Вот, собственно, что я хотел вам показать. Так. А теперь... Сейчас мне надо найти. Значит, есть две ссылки, по которым вы можете посмотреть уроки прошлогодние относительно пасхальные годы. Мы разбирали не весь текст, конечно же. Это заняло бы слишком много времени. А вот отрывок, который мы еще не успели рассмотреть. Но мы сегодня немножко позже начали. Поэтому я хотя бы вот этот отрывок с вами разберу. Значит, напоминаю вам, что очень самое важное – это рассказать об исходе из Египта. Рассказать хотя бы своими словами, но лучше, если вы прочитаете и текст тоже. МИ ТХИЛА ОВДЕЙ АВОДА ЗАРА ГАЮ АВОТЕЙНУ. МИ ТХИЛА – слово ТХИЛА начинать. Изначально, вначале. ОВДЕЙ АВОДА ЗАРА. То есть служили работе чужой. ЗАРА – это чуждый. То есть идолопоклонниками, язычниками были наши отцы. С этого надо начать. Рассказать об исходе из Египта. ОВДЕЙ от корня, АВАД работал и АВОДА тоже от этого корня. ВЕ АХШАВ, а сейчас КЕРВАНУ приблизил нас коров близкий. ГАМАКОМ. Словом ГАМАКОМ, что буквально означает место, здесь называется Всевышний. То есть тот, кто присутствует во всех местах, в любом месте. ЛААВОДА ТОК службе ЕГО. Служению ЕМУ. ШЭНЕЙМАР, как сказано, ВАЙОМЕР ЕУШУА. И сказал ЕГОШУА. ЭЛЬ КОЛЬ ГААМ, всему народу. КО АМАР ГАШЕМ. Так сказал Всевышний, вот это обозначение Бога. Вычитаем это ГАШЕМ. ЭЛОГЕЙ ИСРАЭЛЬ, Всевышний Израиля. БЭЭВЕР АНАГАР. ЭВЕР ЛААВОР, значит перейти. То есть с другой стороны реки, с другого берега. За рекой. И дели, буквально находились, жили, постоянно наши отцы. МЭОЛЛАМ. Всегда, раньше, издревно, издревле. Вот. Что это за наши отцы? Про кого здесь речь? ТЕРАХ АВЕР АВЕР АМА. ТЕРАХ ОТЕЦ АВЕР АМА. ВЭАВЕ НАХОР. И он же был отцом Нахора. То есть здесь подчеркивается, что мы избраны не потому, что у нас какое-то особо благородное происхождение. Нет. Любой человек может стать евреем. Так? Если захочет. Но, как Авраам, значит, заключил царю со Всевышним, так Нахор, например, не заключил. ВАЯ АВДУ ЭЛЛУХИМ АХРИМ. И служили богам другим. ВАЭКАХ ЭТ АВИХЭМ. И взял отца вашего ЭТ АВРАМ АВРАМА. МЭЭВЕР ХАНАГАР из-за реки. ВАОЛЕХ. И буквально провел ОТО его. БЕХОЛЬ ЭРЭЦ КНААН. По всей земле Хананской. ВААР БЕ. И умножил ЭТ ЗАР О. Потомство его. Так произошел еврейский народ от одного человека. ВАЭЙ. Конечно, не включая сюда. ГЕРИМ. Которые имеют те же права, что и урожденные евреи. ВАЭТ ТЕН ЛО ИДАЛ ЕМУ ЭТ ИЦХАК ИЦХАКА. ВАЭТ ТЕН ЛО ИЦХАК ИДАЛ ЕЦХАКУ. ЭТ ЯКОВ ВАЭТ ЭЙСАВ. ЯКОВА Э ЭЙСАВА. Мы сыновья, мы евреи, сыновья ЯКОВА БНЕ ИСРАЭЛЬ. А кто такие сыновья ЭЙСАВА? Наоборот, даже страшенные антисемиты. То есть, несмотря на происхождение. Тогда это было возможно. Человек сам выбирал быть ему евреем или не быть. ВАЭТ ТЕН ЛО ИЦАВ ИДАЛ ЕЙСАВУ. ЭД ГАР СЕИР. Дал ему ГОРУ СЕИР. Подчеркивает комментарий. Что ЭЙСАВ сказал, не хочу я ни платить по счетам. Ни получать награду. И он добровольно отказался от своей доли в потомстве ЯКОВА. И ушел жить на ГОРУ СЕИР. ЛАРЭШИТ ОТО, ЧТОБЫ ВЛАДЕТЬ ЕЮ, ЭТОЙ ГРОЙ. ВАЯКОВ УВАНАВ. А ЯКОВ и сыновья его ЯРДУ МИЦРАЕМ. Спустили в Египет. Где им пришлось пережить угнетение. Четырехсотлетние. Хотя на самом деле мы знаем, что были они там. 210 лет. Вот этот отрывок просто в прошлом году мы не разбирали. Если мы успеем в следующий раз, разберем вот этот отрывок, а может быть даже два. В дополнение к нашей недельной главе. Ну вот и все на сегодня. Еще вопросы есть? Хотел одно слово только в добавлении к кому-то спрашивал Тимофей. В современном виде Млаха – это ремесло. Есть очень известная улица в Иерусалиме, в районе Толь-Биот, который называется Рахофон-Лаха. Там всякие подобные заведения. Есть еще в том же Толь-Биоте улица Гауман. Уман – это скорее искусство. Да. Баале-Млаха. Да. Баале-Млаха – это люди, которые занимаются ремеслою. Да. Но есть, кстати, идишское слово, которое, когда я начал учить иврит, да, я его расшифровал. Баале-Млаха – работники. Да. То есть, как ты делаешь. Так, Хая задала очень интересный вопрос, на который я действительно не умею ответить. Есть два мнения, что эти балки бревна из дерева акации, акацию посадил Авраам, зная, что через много лет там пройдут его потомки, им это понадобится. Но, тем не менее, в каком-то месте сказано, каждый, у кого есть пожертвование принести на храм, и золото, и серебро, и медь, и шкуры, и так далее, и все материалы, из которых вот эти предметы, которые мы сегодня видели, изготовлялись. То есть, и среди этих материалов перечисляются и бревна. Очень я могу еще понять, как бывшие рабы, откуда у них золото и серебро. Да, это объясняет Тора. Но зачем надо было брать в путь бревна из акации, мне сказать трудно. А как же с деревом, которое принес Яков в Египет, его посадили там, и он выросло. А когда евреи уходили из Египта, они его вынесли. Это про что? Какое-то одно дерево? Ну, оно вообще сказано, что когда Яков с ценовыми спустили в Египет, они принесли с собой саженцы дерево под названием... Ой, как же он называется? Вот это вот шитим. А что это? То ли акация, то ли кедр. Раша пишет, по-моему, что это кедр. Вот, и уходя евреи, соответственно, эти деревья вынесли оттуда, садились из него, вот что-то деревянное. Вынесли, потому что здесь Бог им уже сказал, что вот это вот понадобится. Но это, может быть, объединяет два мнения, да? Тогда еще более-менее. На это еще могу согласиться, да? На самом деле, наше представление о пустыне не совсем верное. Мы думаем, что пустыня – это песок, барханы и верблюды. В то время как Мидбар от слова «выпас», то есть там, где пасут скот. Там и мелкая травка, и кустарники, и деревья могут попадаться. Ну, Натану, как жителю Малая Думим, это более наглядно и известно, да? Поскольку пустыня… Пустыню видно и из Малы, и из дороги, да? То есть практически вот… Ну да, это специфическая такая пустыня. Не то, что барханы, как, я не знаю, Сахары или что-то такое. Это другая… Ну, смотри, вот та пустыня, через которую шли Бне и Сраэль, она скорее похожа на то, что мы видим по дороге к Ям Амэлах? Ну, наверное, да. Да. Скорее это, нежели пески и верблюды. Да. Но шитим еще, по-моему, не в плане, было дерево или нет, а в плане, как бы, значительным… Шитим есть такое еще, мне нет, что это от слова «штут», нет? Там было что-то такое где-то… Не исключено, да. Да. Когда были очередные какие-то неприятные действия, вот там были шитим, вы шитим, а шитим – это штут. Так что, может быть, из них сделали, чтобы это как раз было, как бы, капора, или что, этот штут, который был. Да, да, есть такое выражение. Так. Ну что же. Ходыш том, хотя, в общем-то, рожь-ходыш уже закончился, но месяц только начинается. Вот, и, ну что, через неделю мы встречаемся, очевидно, да? Я надеюсь. Да. Вот, а… На здоровье. Приводите, приводите еще людей. Вот, а Песах выпадает на как раз воскресенье. Да. Вот, а в ней Израиль, а в воскресенье и понедельник, поэтому там что? Ну, наверное, нет, я не знаю. Ну, соответственно, занятие, да? Да. Занятие откладывается. Ну, наверное. Хорошо. Следующее занятие через неделю, надеемся, будет нормально. Так, всем большое спасибо, приходите еще. Всем счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...